Еще раз спасибо большое и благодарю за приглашение выступить с этой лекции по иммунопосредственным реакциям при раке. В общем-то, эта тема является наиболее важным аспектом, новым аспектом лечения рака, и мне очень приятно выступить с лекцией на эту тему. Я начну с иммуноконтрольных точек и их ингибиторов. Здесь речь идет об иммуномодуляторных антителах, которые используются для стимуляции иммунной системы. И речь идет о рецепторах запрограммированной клеточной смерти 1, ПДА1, и о ЦТЛ-4, это токсический телефоцит ассоциированный антиген-4. Было показано их эффективное применение при меланоме, а это серьезное заболевание для Австралии. У нас, можно сказать, столица меланомы мира находится, так же, как и при раке Лёково и так далее. Эпилимумаб, еще одно тело, также зарекомендован для лечения лимановы и улучшает общую выживаемость. Есть и другие препараты этого ряда, которые сейчас разрабатываются. Проблемы с этими препаратами в чем заключаются? У них уникальный спектр нежелательных событий. Это иммунопосредные нежелательные события. Это кожная токсичность, желудочная, кишечная токсичность, печеночная токсичность и другие, которые, в общем-то, являются результатом стимуляции иммунной системы. В общем-то, нет каких-то многочисленных данных, которые показывали, что там действительно происходит. Но мы лишь имеем какие-то представления и вера. А вера является недостаточным для хорошей практики. Здесь вы видите, что, конечно, здесь токсичность отличается от обычной токсичности, связанной с химиотерапией. Проявляются новые аспекты токсичности, их нужно контролировать. И они имеют другой временной характер. Здесь вы видите, что сыпь и зуд проявляются довольно рано, после начала терапии. Пик через несколько недель, а затем идет уменьшение. Что касается диароеколита, то они позднее проявляются. Но, к счастью, они не так долго длятся. И печеночная токсичность может быть довольно длительной. И эндокринные реакции также могут быть длительными, но проявляется опозднение. И мы должны при назначении новых препаратов по-другому следить за больными. Как вести таких больных? В общем-то, перспективных исследований пока нет. Мы опираемся лишь на клинический опыт. Этот опыт в основном накоплен при лечении запущенных форм меланомы, когда применялись эпилемумаб, ниволумаб и пембролизумаб. Мы применяем временную иммуносопрессию кортикостероидом, ТНФ, альфа-антагонистами. Но какие данные есть? Они не очень хорошие. Итак, обобщая рекомендации, о которых мы говорили вначале, или если есть умеренные или серьезные нежелательные явления, необходимо отменить препарат и назначить все кортикостероиды. И посмотреть, что будет. Если есть умеренная токсичность второй степени, можно отменить на время, пока токсичность не будет первой степени, или же назначить стероидные, если симптоматика не проходит в неделю. Если есть жизнеугрожающие ситуации, то нужно отменить препарат навсегда, дать на высокие дозы стероидов, или же уменьшать их дозы. Но повторно препарат назначать не нужно. Как правило, ответ на стероидные препараты быстро отмечается. Если через три дня нет, то тогда нужно на внутривенностероидные, а потом повторить. В общем-то, иммуносепрессия, как она влияет на эффективность препарата. Если мы даем препарат, который перестает работать против рака, то тогда вы просто тратите времени. Стоять с этими препаратами этого не происходит. Было проведено исследование, которое было опубликовано в прошлом году. Там было 298 случаев меланомы, которых лечили эпилемумабе за пределами клинических исследований. 35-85 имели нежелательные явления, 35 лечились стероидами, 10% ингибиторами ФНО. И, в общем-то, не было отмечено серьезных различий во времени до неудачи терапии. Так что мы вполне можем эффективно применять стероиды в этой ситуации. К счастью, таки иммуно-посредственная токсичность менее часто отмечается на анти-ПД-1. Однако корреляция между эффективностью и эффективностью сложно поддается установлению. Было проведено исследование по 57-60 пациентам с меланомом, лечение неволомабом в рамках клинических исследований, и, в общем, не отмечено достоверных различий. Но мы можем ориентироваться на это исследование. Длительная супрессия иммунной системы используется для того, чтобы лечить такие нежелательные явления, и это создает риск развития необычных или оппортунистических инфекций. Мы не знаем, как часто на самом деле это происходит, но теоретически это возможно. И многие инфекции, о них была речь, безусловно, это такие, как пневмония аспергилами вызываемая, гангрена фурниера, пневмоцистная пневмония джировези, вызванная пневмоцистез джировези, и колит, связанный с этамигаловирусом, и мукормикоз. И, конечно, роль профилактической антивирусной антигрибковой профилактики не исследована, как и многое вообще в этой области. Таким образом, что касается аутоиммунных нарушений, это тоже большая проблема, потому что мы многого не знаем по поводу того, безопасны ли, например, ингибиторы контрольных иммунных точек у такой популяции. Мы также знаем, что CTLA-4 и PD-1 играют очень важную роль в гомеостазе иммунологическом. Поэтому теоретически мы понимаем, что блокада может привести к нарушению аутоиммунных состояний и ухудшению их, если они уже есть. И, соответственно, исследования показали, в частности, что такие проблемы происходят при ревматоидном артрите, ВЗК, псориазе. И, конечно, вот одна смерть, вызванная колитом, в частности, вот уже о ней сообщалось, это для нас урок, иммуносупрессивная терапия была задержана, не была вовремя предоставлена, и пациент таким образом погиб из-за токсичности. И, вероятно, из-за того, что не было должного ведения данного пациента в условиях токсичности. Имея в виду, что вот такое предупреждение уже есть, такие нежелательные явления могут быть жизнеукражающими, поэтому надо быть очень осторожными в использовании этих препаратов. Надо также помнить об их роли у каждого конкретного пациента и обсуждать с пациентом возможные риски, возможные преимущества таких препаратов. Было бы, конечно, очень хорошо, если бы мы могли, например, предсказать, у кого будут нежелательные явления в результате при использовании ингибиторов контрольных иммунных точек, и у кого их не будет. Биомаркеры было бы важно иметь, конечно, в частности, например, потенциальные кандидаты интерлекин-17, иммунологические, соответственно, опосредованные гены из-за профиля геноэкспрессии и эзонофилия периферической крови. Одна из проблем в онкологии, и я говорю это как... Я сама онколог, поэтому я никого не хочу обидеть. Вы знаете, мы никак не можем отказаться, не можем отказаться от соблазна смешивать разные виды препаратов. Если мы видим два препарата, и тот, и другой эффективен, вот бы хорошо их вместе использовать, думаем мы. Может быть, будет двойной эффект, еще лучше. Вот это единственный вопрос. Но, конечно, онкологи, которые занимаются поддерживающей терапией, они теперь думают, а не будет ли больше токсичности? И, как правило, к сожалению, да, больше токсичность. Вот это, в частности, исследование Checkmate 067, где сочетали Ниволюмаб и Эпилимумаб. Это очень храбрая, конечно, попытка, потому что мы понимаем, что это уже опасно. Токсичность третьей-четвертой степени была в 55% к группе комбинаций. Это очень высоко, очень много. По сравнению с 16 и 27 для группы Ниволюмаба и Эпилимумаба, соответственно, к счастью, не было летальных исходов на комбинации. Не было какой-то уникальной, отличной токсичности, которая была бы специфична именно для комбинаций. Не было этого. И, что касается нежелательных явлений, можно, конечно, с ними справиться точно так же, как мы работаем при монотерапии. Но большинство, в общем-то, разрешились в течение нескольких месяцев. Это все-таки, опять-таки, эндокринные нежелательные явления. Может быть, вот они потребовали более длительной гормональной заместительной терапии и так далее. Надо быть очень осторожными. Я сказала, что онкологи любят сочетать разные виды терапии. А почему бы тогда иммунную и таргетную терапию не комбинировать? И это попробовали тоже некоторые смелые люди. Веморафениб. Это ингибитор БИРА плюс Эпилимумаб. Но отказались. Слава Богу, отказались от этой попытки. Огромное количество повышения трансаминаза степени 3 и очень существенное высыпание. Это было проблемой. Однако другие комбинации тоже попробовали, но особенных проблем не было. Добрафениб и Эпилимумаб не так плохо. Сочетание, соответственно, ПД1 и ПД1-Л1 может быть чуть менее токсичное. И есть еще антитело Л1-ПД, Дурвалюмаб. Его безопасно сочетали с Добрафенибом и с Траметенибом. Мы начинаем уже три комбинировать. Это, конечно, основные проблемы тут и возникают. Безусловно, нужно это очень внимательно еще исследовать. И очень критично, что когда мы делаем эти исследования, надо быть очень осторожными с дозировкой. Это-то уж точно. Еще один очень важный вопрос сводится к тому, можно ли сочетать все эти препараты с колоннестимулирующими факторами. Было исследование, которое было проведено с GM-CSF, потому что вакцины, собственно, для опухоли, выделяющих GM-CSF, увеличивают, соответственно, блокаду сети ЛА4, вот эту активность, до клинических моделей. Вот это было оценивано у пациентов с распространенной меланомой в рандомизированных исследованиях на фазе 2. И промежуточные такие предварительные результаты покажутся. Сочетание удлиняет выживаемость, да. Несколько нежелательных явлений происходит, ну, несколько больше, чем при монотерапии ибелемумапом, и степень, до которой, собственно, снижение токсичности связано все-таки с улучшением выживаемости, пока не вполне ясно. И еще что мы делаем в онкологии, и это, пожалуй, разумно. Когда мы знаем, что для лечения метастазирующего заболевания мы видим, что препарат эффективен, мы переходим, в общем, конечно, к использованию в адювантном. Вот, например, как адювантная терапия для кожной меланомы высокого риска, эпилемумапа и VRTC 18071 в этом исследовании, почти с 1000 пациентов были рандомизированы на эпилемумап и плацебо. Доза 10 миллиграммов, 50% прекратили из-за токсичности принимать эпилемумап. Это очень много. И 5 смертей, связанных с терапией, это много для адювантной терапии. И, опять-таки, вы видите, что, соответственно, эндокринопатии, конечно, может быть, более часто встречались. Безусловно, исследования происходят в этой области, поэтому будем следить за результатами и надеяться на лучшее. Конечно, я не буду говорить про эндокринные нежелательные явления, но я хотела бы остановиться на системных этих нежелательных явлениях. Утомляемость, усталость 16 по сравнению с 24 – это анти-ПД1 или ПД1. Что касается эпилемумапа 40%, обычно не очень высокой степени. Серьезных такой усталости мало. Очень важно исключить, конечно, щитовидную, соответственно, и какие-то другие нарушения, связанные с этим. И также, как и первичная недостаточность надпочечника. Высыпание, пожалуй, чаще всего встречается из всех нежелательных явлений. В 50% всех пациентов на эпилемумапе, в 30-40% на других препаратах. Я уже показывала, что это ранопл проявляется. Особенно такие ретикулярные, макулопопулярные, вот такого рода эритоматозное такое высыпание на туловище или на конечностях. Кроме того, в Витилиго тоже довольно часто встречается гистопатология. Показывает это инфильтраты лимфоцитические переваскулярные, которые проходят на уровне термиса. В одном случае, собственно, было... Вот вам, может быть, лучше видно. У меня очень маленький экран, плохо видно. Но это я хотела показать вам высыпание, до какой степени могут доходить. И, как все, при иммуноопосредованных лечения, конечно, стероидами, в данном случае местно. И, опять-таки, используются перорально-анти, против зуда такие средства, если, например, зуд особенно мучает пациента. Ну, в общем, синдром Стивенса-Джонсона, топический эпидермальный некролиз. В общем, об этом очень редко, правда, но сообщали. И, конечно, нужно очень внимательно контролировать, проводить мониторинг, безусловно, электролитов. И что касается токсичности в ротовой полости, это то, чем я занимаюсь очень-очень подробно. Это мукозит, безусловно, или сухость во рту, чаще всего на ингибиторах ПД-1. И, опять-таки, кандида, вот такая инфекция ротовой полости, довольно часто встречается. Но, опять-таки, надо выяснять это. Диарея, в общем-то, очень заметное, конечно, осложнение. С этим надо быть очень осторожным. Безусловно, тщательный диагноз может снизить риск более серьезной токсичности. Но только я хотела бы сказать, не упускайте из виду, не думайте, что это не важно. Главное здесь не пропустить. Есть различия между просто диареей и диареей с колитом. То есть, просто когда увеличивается количество стула, а когда также еще и боль в животе, воспаление и так далее, они связаны, но это не одно и то же. Опять-таки, диарея и колиты, их больше при блокаторах CTLA-4, чем при блокаторах рецепторов ПД-1. Ипилимумаб-30, степени 3-4, менее 10%, зависит от дозы. При колите, ипилимумаб-5, степени 3-4, 1-2%. И надо, опять-таки, понимать, что пациенты с существенной диареей или колитом во время блокады CTLA-4 опять-таки получали, например, блокаду ПД-1 с помощью ниволумумаба, без при этом диареи и колита. Таким образом, надо просто иметь в виду, вот если от одного блокатора есть диареи и колит, не означает, что от ПД-1 будет такая же диареи и колит, но не наоборот. А здесь посмотрите, как все это выглядит, это вот колоноскопия, отечности кишечника, изъязвление, вот в нисходящей части ободочной кишки у пациента, у которого вот такой аутоиммунный колит, инфильтраты и так далее. Это, вероятно, вы довольно часто видите. Лечение такой вот токсичности желудочной кишки, ЖКТ, это, собственно, такое все обычно мы используем. И действительно, конечно, есть рекомендация МАСК, но они не были приготовлены для иммуноопосредованных событий, и поэтому в данном случае данных недостаточно, чтобы судить об этом. Но это самое лучшее, что у нас есть. Но, во-первых, конечно, нужно поддерживать водные, давать гидротацию, обеспечивать, соответственно, и также в ротовой полости, в данном случае, если симптомы продолжаются более трех дней, конечно, и нет никакой инфекции, какой-то другой причины, то требуются уже кортикостероиды, и зависит от степени, конечно. Если в самом деле очень плохо, надо просто прекратить, конечно, безусловно, терапию, и опять-таки следовать тому же алгоритму терапии, вот, то есть стероиды плюс-минус инфлексимаб. Иногда происходит перфорация кишечника, но это редко, безусловно, но это трагедия, безусловно. Как я уже говорила, эндокринные и печеночные, я не буду об этом говорить сейчас, но менее часто встречаются иммуноопосредованные, нежелательные явления, но надо просто про них знать. Глаз, например, может пострадать, эписклерит, например, конъюнктивит, тогда нужно направить к офтальмологу опять-таки. И как почки, может быть почечная недостаточность у пациентов на обоих препаратах, и то же самое, опять-таки, мы лечим поджелудочная железа, иногда мы видим панкреатит, да, но надо проводить мониторинг очень тщательно, и, конечно, в тех случаях, когда есть к тому какие-то, собственно, подозрения клинические, иногда есть токсичность абдоминальная, бывает гематологическая, например, аплазия красных эритроцитов, нейтропения, тромбоцитопения, и даже приобретенная гемофилия АС на эпилемумапе. Ну и стандартная терапия, в данном случае опять с стероидами больше ничего у нас нет, очень много неврологических синдромов. Они вот могут иметь место, но очень редко. Например, Желена-Баро синдром, опять-таки, миостения гравис, опять-таки, мы все это лечим, безусловно, стероидами и приглашаем неврологов, чтобы подумать о том, что не нужно ли плазмаферез провести и иммуноглобулины. Что касается токсичности в легком, это нечасто, но зато, когда это бывает, это очень серьезно. Серьезные осложнения, воспалительные, легочные, такие как саркоидоз, или, например, воспалительная пневмония и пневмонит. Если у пациента мы видим симптомы инфекции верхних дыхательных путей, кашель и так далее, надо подумать об этом, о пневмоните. В этом непросто, потому что мы все еще пользуемся, конечно, вот эту систему, шкалу для определения токсичности, а для пневмонита, к сожалению, эта шкала не дает нам правильного ответа. Степень 1. Мы раньше говорили, пневмонит степени 1, но на самом деле он может быть фатальным. А если он фатальным, какая же степень 1? Поэтому нам нужно пересмотреть, безусловно, эту систему шкалы серьезности и тяжести пневмонита, потому что иначе мы можем потерять пациента. Эти пациенты, я говорю, хорошо, пневмонит степени 1. А вы говорите, ну, хорошо, тогда надо стероиды, и все, раз это степень 1. А если это пневмонит в результате одного из этих препаратов, это означает, что пациент может погибнуть. То есть, ну, например, вот эта шкала тяжести пневмонита, мы должны, безусловно, по токсичности нужно, конечно, сделать так, чтобы это соответствовало симптомам и их тяжести на самом деле. И вот эта система токсичности, она, конечно, не вот адекватна, ну, а дальше что мы продолжаем делать обычным образом, в надежде, что все это поможет. Итак, вот, собственно, это то, что в CTCA, и это критерий А. Видите, соответственно, при степени 1 практически никаких вмешательств не показано. Видите, это просто неверно, это все неправильно отражает ситуацию. Это нужно поменять. А это изображение как раз пневмонита у пациента, у которого терапия проводилась эпилемумабом. На прошлой неделе, ну, может быть, чуть раньше, когда я готовилась к этому выступлению, вот это пришло срочное уведомление из Австралии, из группы медицинских специалистов, это очень важная часть нашего общества в Австралии. Я вам прочту, потому что это очень интересно. Серьезные нежелательные явления появились по поводу фатального миокардита, миозита, рапдомиолиза у пациентов, которые получают эпилемумаб и неволюмаб. В более чем одном случае это ассоциировалось также с вакциной от гриппа непосредственно перед терапией эпилемумабом и неволюмабом. Нет данных, которые показывают, что есть связь с монотерапией и неволюмабом. Данные в настоящий момент собираются, анализируются производителем. Так что компания Амерк также рассматривает это все и для пембролизумаба. То есть мы просим вас быть осторожными в использовании вакцины от гриппа у пациентов, которые получают или планируют получать комбинацию эпилемумаба и неволюмаба. И вот эти три эксперта по меланоме в нашей стране, Гранд Мак Артург, Джорджина Лонг и Михаил Браун. И это люди, которые действительно можно верить этим экспертам. Вы знаете, это изменение в практике. Вот нормальная химиотерапия. Мы, как химиотерапевты, рекомендуем нашим пациентам, чтобы они свою вакцину от гриппа, говорим, чтобы они ее принимали. А у нас сейчас ведь зима, знаете, в Австралии. И у нас грипп, естественно, в Австралии сейчас. Поэтому если мы рекомендуем нашим пациентам, получается, что мы полностью теперь мешаем нашей иммунной системе. То есть даже тот препарат, который использовался многие годы, сейчас мы понимаем, что это может привести все к новым токсичностям. Я просто хотела бы это показать. И что касается поддерживающей терапии, я не могла не сказать этого. Конечно, между клиницистом и пациентом всегда есть какая-то граница. Исторически токсичность всегда рассматривалась. Это то, что мы должны заплатить за излечение. Только серьезная токсичность тогда уже представлялась в литературе. Шкала оценки, основанная на переносимости, скорее, чем на влияние на пациента, на качестве его жизни. Так исторически к этому относились. Поэтому очень важно сейчас мы спрашиваем пациента по поводу токсичности и ее проявления. И мы хотим, чтобы все это действительно было бы, отмечалось бы должным образом, регистрировалось. Иногда мы даже не спрашиваем про токсичность. Мы не хотим, чтобы нас огорчали, потому что... А мы должны задавать вопросы обязательно. И не нужно бояться, что они вас расстроят, в конце концов. Ведь пациент с болезнью страдает со всеми этими, собственно, проявлениями и симптомами. И мы должны его выслушать для того, чтобы ему помочь. Иммунологические ингибиторы иммунных контрольных точек, безусловно, очень серьезно влияют на пациента с меланомой и с распространенной. И для других также злокачественных заболеваний есть, конечно, нежелательные явления, но они приходящие. Иногда могут быть серьезными. И очень редко фатальными. И которые очень важны. Дерматологические диарея, колит, гибатотоксичность, эндокринопатия. И, конечно, быстрая идентификация таких нежелательных явлений. И быстрое начало иммуносупрессии, локальной или системной, может помочь, безусловно, улучшить результаты. Нежелательные явления более часто на антителах CTLA-4. И вы видели этот слайд уже раньше. Я приглашаю вас к нам в Австралию в будущем месяце. Но если вы не сможете в будущем месяце приехать, то начните планировать через год в Вашингтоне. И каждые несколько лет обязательно, каждый онколог обязательно должен присутствовать на Конгрессе МАСС для того, чтобы узнавать о последних новинках в области поддерживающей терапии. Спасибо большое, уважаемые коллеги.